Ну а у нас на фронте 970 выведенных из строя россиян, 9 танков, 17 бронетранспортеров, 11 артиллерийских орудий, 2 системы ПВО, из чего я могу сказать, интенсивность боев немного упала. Опять-таки просто опираясь на эти цифры, но вместе с тем интенсивность упала, но как сообщает наш командование, со всех сторон продолжают пытаться наступать россияне, успехов нет, но пытаются наступать. Кроме того, обстреливали они опять 30 с чем-то беспилотников, 22 из них сбито, вроде бы о погибших пока не сообщалось за сегодняшний день. Евросоюз вчера утвердил военную помощь для Украины в размере 5 миллиардов евро, об этом сообщило бельгийское представительство Совета ЕС на своей странице в социальной сети Х. Послы стран-членов ЕС утвердили решение о выделении дополнительно 5 миллиардов евро в Европейский фонд мира, из которого членам ЕС будут выплачивать деньги на военную помощь Украине. То есть ЕС собирает этот фонд мира в размере 5 миллиардов евро, туда вскидывается бюджет Евросоюза, и дальше из этих денег покупается оружие у разных стран Европы, имеется в виду, и поставляется в Украину. Это вот те самые, насколько я понимаю, честно вам сказать, я не совсем понимаю, простите, не хватает мне бюрократической жилки, не совсем понимаю, какая там процедура. То есть в чем процедура вот этого утверждения именно, в чем процедура утверждения этих 5 миллиардов евро, как она произошла, ну вроде, это вроде как официально, официально. Но это те 5 миллиардов дополнительной военной помощи, про которые речь шла еще 1 февраля на саммите ЕС в Брюсселе, но тогда утвердить не смогли. А сейчас вот смогли, сейчас вот смогли. Дальше. Это Европа, теперь Америка. Пентагон, согласно Wall Street Journal, может передать Украине ракеты Атакам с большой дальности, дальности 290 километров, а не 160 километров, как передается сегодня. Ведь ранее представители Пентагона наставили на том, что вооруженные силы США должны сохранить все свои ракеты большой дальности для удовлетворения собственных военных нужд. Однако сейчас американское военное ведомство открыто для передачи Атакам с большой дальности, поскольку теперь военные США могут использовать ракеты следующего поколения. Precision Strike Missile, говорят американские чиновники. То есть, короче, они за это время произвели новые ракеты уже, более точные для себя, и поэтому готовы, в принципе, отдавать нам Атакамсы. Но, как я уже сказал, для этого нужна одна маленькая деталька. Нужно, чтобы, к сожалению, то, что пока еще не сбылось, нужно, чтобы прошло это решение через Конгресс. Там, как говорят, собирают пока подписи за вот этот альтернативный путь мимо Майка Джонсона. Нужно собрать 208 подписей конгрессменов, чтобы без Майка Джонсона проголосовать этот законопроект о выделении помощи Украине. Удастся, не удастся сделать это инициаторам, кстати, из республиканской партии инициаторам в Конгрессе. Пока не могу сказать, процесс идет, сбор подписей, по-моему, начат позавчера, если я не ошибаюсь, и там уже собрано... Ладно, я не буду сейчас считать подписи, потому что пусть они сначала все соберут, и я вам сразу про все расскажу. И тогда у нас сразу появятся вот такие Атакамсы большой дальности. Но и это еще не все. Соединенные Штаты планируют открыть производство в Австралии. Первый зарубежный завод, на котором будут производить ракеты «Хаймарс». Для «Хаймарса», причем именно дальнобойные ракеты «ГМЛРС». Помните, вот эти «ГМЛРСы», не знаю, как их называют. Их начнут производить вот там. И эти ракеты будут поставляться в Украину. Эти ракеты будут поставляться в Украину. К сожалению, это все дело достаточно нескорое. Испытания ракет собираются проводить только в следующем году. Тех, которые будут сделаны в Австралии для нас. Это как бы... Ну, что делать? Быстрее не получится. Ладно. Еще интересная пропажа в России. Кроме того, что у них пропали некоторые нефтеперерабатывающие заводы. Кроме того, что у них исчез самолет L-76 с радаров, ну, который в понедельник или во вторник разбился, кроме того, что у них куда-то подевались Белгородская и Курская области, у россиян исчез еще и начальник генштаба Герасимов. Да, Валерий Герасимов, так называемый, знаменитый Валерий Герасимов, исчез. Но, если в прошлые разы, когда исчезал Валерий Герасимов, мы все время над этим слегка потешались. Ну, типа, исчез из телевизора, может, запил, непонятно что. Ну, не показывает почему-то, попал в опалу, мы не знаем. Или, там, мы попали ему в задницу, поэтому он лежит в каком-то госпитале. Вот такие были в основном рассказы, то сейчас история совершенно другая. Сейчас похоже, что Герасимов муму. И потому что эта информация, она такая, уже более-менее полуофициальная. Значит, предположительно сменился начальник генштаба российских вооруженных сил. Всплыл документ, который косвенно подтверждает отставку генерала Валерия Герасимова. Он обнаружен на официальном портале правовой информации России, где публикуются все официальные документы страны. Документ этот, это постановление правительства Российской Федерации. И в нем написано, что генерал-полковник Виктор Познихер, Виктор Познихер является временно исполняющим обязанностям начальника генерального штаба Российской Федерации. До этого этот Познихер занимал должность первого замначальника главного оперативного управления, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Информации о нем в сети, в общем-то, никакой особой нет. Герасимов в последний раз появлялся на публике в феврале. Ну и занимал там, как мы знаем, кроме должности начальника генштаба, еще должность, грубо говоря, командующего войсками в Украине. Ну вот, весьма вероятно, что скоро можно будет поздравить Познего Хира с назначением начальником генерального штаба Российской Федерации. Но нам, честно говоря, поздно хир на то, кто именно является начальником генерального штаба Российской Федерации. Тут ничего для нас от этого, по-моему, совершенно не зависит. Поздний хир, ранний хир. Лучше поздний хир, чем никогда хир. Правильно? Лучше поздний хир, чем никогда хир. Вот так вот. Это украинская народная мудрость про начальника генерального штаба Российской Федерации. Путин, кстати, вы заметили, что с ним случилось? Он сегодня обратился к российской нации прямо там, по телевизору, 15 минут полного обращения. И в этот раз я смотреть тоже не стал, прочитал, ну, посмотрел так общую картинку, прочитал текст, ну, там пусто вообще, то есть даже стебаться неинтересно, но можно стебаться над какими-то словами, но это было бы чисто стеб ради стеба, я таким не занимаюсь. Я все-таки стараюсь, если уж что-то смеяться, то только по делу, то есть чтобы высмеять что-то для нас важное. А там очередные пустые слова, что мы должны все в едином порыве, пока там война, такие тяжелые дни для России, давайте все голосовать за меня и так далее. Предвыборное обращение Путина. Зачистил Брателло, нет? А прям реально зачистил уже Путин. И так он обращается, и сяк он обращается. Что там еще? И вот он только что дал интервью Киселеву, казалось бы, вчера, а сегодня уже снова обращается к нации. Что-то ему ссыкотно, да, по поводу этих выборов. Это он сказал, смотрите, вот впереди три дня выборов, и тут мы должны все, плечом к плечу, как один, локоть к локтю, кирпич в стене. Мы стояли слишком долго, мы платим вдвойне за тех, кто шел с нами, за тех, кто нас ждал, за тех, кто никогда не простит нам, что рок-н-ролл мертв, а мы еще нет. Спел бы в этой ситуации один иностранный агент Российской Федерации. Да. В общем, Путин запаниковал, потому что на него рушится все сразу. Беспилотники на его заводы, топ-менеджеры Лукойла из окон падают, русский добровольческий корпус захватывает Белгород, а в это время Юлия Навальная, которая пытается подхватить знамя своего убитого россиянами, ну, Путина, мужа, она опубликовала еще и статью в Вашингтон-Пост вчера, которая называется «Путин isn't a politician, he's a gangster». То есть Путин не политик, а гангстер, написала Юлия Навальная в своей статье. В ней она обращает внимание Запада на главные тезисы Алексея Навального о Владимире Путине. Ну и дальше она пишет, «Я призываю всех политических лидеров Запада помочь российским гражданам, которые выступают против банды Путина. Я настаиваю, чтобы вы наконец услышали голос свободной России и заняли принципиальную позицию против него. Не признавать результаты поддельных выборов, не признавать Путина легитимным президентом России». Мир должен наконец-то осознать, что Путин не тот, кем он хочет казаться. Он узурпатор, тиран, военный преступник, убийца. И мы еще могли бы с Юлией Навальной добавить еще много разных эпитетов в отношении Путина. Чтобы победить или хотя бы серьезно наказать Путина, надо понять его истинную природу. Но тут мы не знаем природу, понимать, ну что там, кишки внутри, наверное, какая у него еще природа, что у него еще может быть. А вы поймете его жестокость, цинизм, склонность к насилию, любовь к показной роскоши, его разговоры о религии, истории, культуре и политике. Могут вести в заблуждение жителей Запада. Да нет, по-моему, уже никто ничего не вводит, ни в какое заблуждение, ни в какие жители Запада. Все уже понимают, что Такер Карлсон раскрыл истинную природу Путина. Он взял у него интервью и прямо раскрыл нам истинную природу Путина. Поэтому, я думаю, эту часть статьи можно было бы и пропустить. Предлагает, собственно, Юлия Навальная метод борьбы. Лишите бандитов богатства, и они потеряют лояльность к своему лидеру. Призвала к максимальному расширению и осмотрительному применению санкций против Путина и его окружения. То есть, все-таки, видите, услышан был глаз Шепельмана, когда в прошлый раз, выступая перед Европарламентом, Юлия Навальная сказала, что санкции не работают. Вот теперь, наоборот, она предлагает по максимуму их вводить. Слава богу, мы с ней получаемся сейчас на одной стороне в этом вопросе. Да, максимальные санкции. Да, отберите богатство. Отберем мы богатство, конечно, у всей этой элиты путинской. И станет ли она против Путина в этот момент, честно, не знаю. Что еще? Ну, напомнила она в своей статье Вашингтон-Пост об акции «Полдень против Путина». Не знаю, зачем писать это читателям Вашингтон-Пост знать, что надо в полдень прийти голосовать за Путина. Ведь читатели Вашингтон-Пост даже не знают, когда в России полдень. Ведь он в разных регионах по-разному. Я призываю политических лидеров Запада помочь всем российским гражданам, настаиваю, чтобы вы наконец услышали голос свободной России и заняли принципиальную позицию против него. Не признавать результат поддельных выборов, не признавать Путина легитимным президентом России. А вот здесь мы, конечно же, да, полностью за. Не признавать Путина. Не признавать результаты выборов, не признавать Путина легитимным президентом России. Это две разные задачи. Одна сложная, другая полегче. Легко не признать результаты выборов. Легко для Запада. Вот прям легко сказать, мы не признаем, выборы были несвободны, мы их не признаем, еще и на оккупированной территории. Легко любая страна Запада, кроме Венгрии, такое скажет. Но добавить после этого, а больше мы не признаем Путина президентом России, вряд ли, ребят, ну вот вряд ли. Вот я лично, я, Шительман, вам говорю, я не уверен, что Украина не признает Путина президентом России. Для этого же не надо заявление писать, понимаете, в чем дело, да? То есть, если Украина промолчит, то получится, что да, мы выборы не признаем, но Путин по-прежнему президент. Только если Украина официально заявит Путин, для нас больше не президент. Но тогда во всех речах Зеленский должен будет говорить нам, самопровозглашенный президент России Путин. Ну, например, если мы не признаем его президентом. Поэтому начинать надо, как говорится, с себя. Сможем ли мы не признать Путина президентом России? Сложный, сложный дипломатический вопрос. Ну, пока Америка пошла думать над статьей Юлии Навальной, в Европе постепенно сворачивается пропутинское млядство. Да, так уж получается. Постепенно сворачивается. Причем на всех фронтах, в разных странах, на всех направлениях, что ли, жизнедеятельности. Ну, во-первых, Еврокомиссия, наконец-то, расчехлилась. На следующей неделе предложат ограничить импорт зерна из Российской Федерации и Белоруссии. Как ожидается, Еврокомиссия представит предложение о квотах на импорт зерна из России и Белоруссии из-за протестов европейских фермеров и призывов Украины пойти на этот шаг. То есть фермеры протестуют против украинского зерна, которое, между прочим, квотировано, то есть ограничено в продаже. А в это время российская и белорусская вообще никак не ограничена. Как сообщил, значит, европейский дипломат, предложение комиссии будет предусматривать квоты на продовольственные товары из РФ и Белоруссии. Полного эмбарго в ЕС хотят избежать, опасаясь глобального колебания цены и негативного влияния на более бедные страны мира. Транзит российской и белорусской абракадабра агропродукции по-прежнему будет разрешен. До сих пор не существовало количественных ограничений на импорт зерна из России. В то время как такие ограничения существуют для импорта украинского. Ничего себе. Такое решение становилось все труднее поддерживать с моральной и политической точки зрения. Вот дожились мы третий год войны. И мы выясняем на третий год войны, что на нашу агропродукцию в Европе есть ограничения, а на российскую и белорусскую нет. Возите сколько хотите. Мне вы можете себе это представить вообще? В 2023 году в ЕС было ввезено более полутора миллионов тонн зерна, я так понимаю, российского, по сравнению с 970 тысячами тонн в 2022 году. Таким образом проблема с российской северной продукцией стала реальной. А вообще как бы запретить в чем проблема-то? Ну, какие-то колебания цен на самых бедных странах. Подождите, подождите, подождите. Мы предлагаем в Европу запретить. Россияне в Африку и так будут возить. Без Европы, без всякой. То есть это вот все рассказы о том, что это все, чтобы там, не дай бог, в Мали кто-то не умер с голода, поэтому мы в Италию будем продавать российскую пшеницу и в Польшу, да? Серьезно? Какая-то очень странная логика. Чертовски странная. Ну, давайте так. Но при этом мляство потихонечку заканчивается. Хотя бы давайте начнем с квот. Потом запрет. Вот Латвия уже ввела полный запрет на поставку сельхозпродукции из России и Беларуси как минимум до июля 2025 года. Давайте постепенно. Маховик этот расстроится постепенно, как с оружием, как с санкциями, как со всеми делами. В Нидерландах противник помощи Украине отказался от подста премьер-министра Герт Вилдерс. Помните, все переживали, что он победил на выборах в Нидерландах в декабре. Он был противник помощи Украине. Его называли голландским Дональдом Трампом. Но сегодня он заявил, я смогу стать премьер-министром только в том случае, если все партии в коалиции это поддержат. А это не тот случай. Потому что, говорит, коалиционные переговоры провалились, ничего не получилось. Я премьер-министром не буду. Не буду. Поэтому, говорит, мои все эти лозунги насчет того, что нет помощи Украине, нет эмиграции и так далее, все это я смогу сделать когда-нибудь, но не сегодня. Если не завтра, то послезавтра. Ну и хрен с ним, слава богу. Исчез с политической арены товарищ. Ну, в смысле, пусть сидит в парламенте и нам не отсвечивает. Голландия пускай передает нам самолеты, как и запланировала. Мари Липен. Надеюсь, помните такое. Это у меня просто все парад того, что происходит антироссийского в Европе. Мари Липен была такая женщина-политик во Франции. Несколько раз выдвигалась президент и даже пару раз выходила во второй тур. И финансировалась Российской Федерацией. Только не тайно, а прямо открыто. Просто открыто. Внешэкономбанк, по-моему, выдавал кредиты партии Мари Липен на участие в выборах. А отдать она должна была, видимо, с грудного молока. Ну, я не знаю, с чего она должна была отдать. Кредиты. Внешэкономбанк России выдает кредит на выдвижение Мари Липен в президенты. Она, соответственно, проигрывает эти выборы. И с чего она должна отдать? Вопрос. То есть, что там было указано в качестве залога, какой орган Мари Липен, мы прямо не знаем. Но я имею в виду партийный, естественно, орган. А не то, что вы подумали. Вот настолько был неприкрытый человек, да, абсолютно полностью, в открытую, финансируемый Российской Федерацией. Кандидат к президенту Франции. И вот, что она сегодня заявила. Я вам сейчас это просто, я считаю, что святое дело подписаться на канал Стриман за то, что я вам сейчас скажу. Подпишитесь, поставьте лайк. Значит, вот она выступила, выступила, выступила с трибуны Национальной Ассамблеи и сказала, что полномасштабным нападением на Украину 24 февраля Россия развязала войну на пороге ЕС и наиболее драматический геополитический кризис за последние 20 лет. Она напомнила о тысячах погибших и пострадавших миллионах людей, которым пришлось бежать из своих городов и сел. Украинской нации, это Марила Пен говорит сейчас, внимание, Марила Пен, не Макрон. Украинской нации, подвергшейся агрессии, мы обязаны нашим уважением и поддержкой. Это благодаря героическому сопротивлению украинского народа. Россия потерпела поражение, говорит Марила Пен. Франция оказывает Украине поддержку и в виде приюта для украинцев, которые уехали из-за войны за границу, и в виде материальной помощи, в том числе оружием. И Франция не должна краснеть по поводу оказанной поддержки. Вот это я понимаю. Как тут все переживали, что Путин выиграет разные выборы в Европе, что в этом году будут везде выборы и везде победит Путин. Ну, пусть Марила Пен победит. Которая теперь спорит с Макроном, как именно надо помогать Украине. Как именно надо помогать? Она там обвинила Макрона в инструментализации войны в Украине ради своих электоральных целей. Получается, что вы или за Макрона, или вас обвиняют в том, что вы пропутинские. Сказала Марила Пен и доказала, что она вообще не пропутинская. Ну что, красавица. Я в политическом смысле, естественно. Говорю политическом, а не то, что вы подумали. Мэр Парижа, раз уж мы во Францию так забрались. Мэр Парижа высказался против участия россиян в Олимпиаде. Нельзя делать вид, что войны в Украине нет. Летом в Париже Олимпиада, Олимпийские игры. И мэр Парижа Анн Идальго не хочет допускать россиян и белорусов к участию в Олимпиаде, которая пройдет в столице Франции в этом году. Я предпочитаю, чтобы россияне и белорусы не приезжали. Мы не можем вести себя так, как будто вторжения в Украину не существует. Мы не можем вести себя так, как будто Путин не является диктатором, который сегодня угрожает всей Европе. И все это заявление она сделала в связи с тем, что Международный Олимпийский комитет прямо в ближайшее время, на ближайшие сессии должен обсудить вопрос о допуске россиян и белорусов к участию в этом самом Олимпийском игре в Париже. То есть их будут не рады видеть сами французы, мэрия Парижа, все европейцы, все спортсмены из других стран будут не рады видеть россиян и белорусов. Но вот все-таки Международный Олимпийский комитет, Мани-Мани, Мани, 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 Мани обсуждает все-таки вопрос допуска или не допуска. Да, уже точно известно, что если они будут участвовать, то, конечно, без флага, без гимна, только в нейтральные спортсмены, никаких командных соревнований, только те, кто прошел отбор, бла-бла-бла-бла, но все-таки хотелось бы, чтобы не было там ни одного такого представителя. Вот, кстати, вчера выступал по этому поводу Владимир Зеленский, выразил надежду, что власти Франции не допустят российских спортсменов к выступлению на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Еще одно слово будет тоже про Европу, несколько странное, несколько странное. Мария рассказала про Папу Римского. Мне. Не-не-не, не та Мария, которая главная в Библии. Не-не-не, просто Мария. Просто Мария, постоянная зритель канала Штельман, рассказала про Папу Римского. Добрий день, пане Михайло. Хотела прокоментувати ваше інтервью с Оленой Курбановой щодо Папи Римского. Ви сказали, що слова Папи зобов'язують всю католіцьку церкву, на відміну від раввинів. Це неправда. Слова Папи Римского обов'язково для католіцької церкви лишив випадку, коли вони проголошені екс-катедра. Можна про це було дизнатися. У всіх інших випадках, усі інтерв'ю, коментарі Папи – це його приватна думка, яка для церкви лише показує, наскільки Папа адекватний. Я католічка, і те, що цей Папа неадекватний, церкви ми відкрили вже давно. Багато єпископів є проти от этого Папи, короче говоря, і говорять йому про це. Однак, поки він це все говорить не екс-катедру, немає процедури відлучення Папи, бо це приватна думка особи. Як українці, ми відкриваємо неадекватність теперішнього Папи лише зараз. Буде інший Папа – це не приват виходити з церкви, бо ніхто не прийшов до неї заради Папи. Ну, така позиція теж, видите, я просто немножко там рассказал про католіков, що некоторые хотят виходити, не хотят виходити з католіцизма. Марія говорит, нет, все, що сказав Папа Римський по поводу белого флага, він сказав як частне лицо, а не як Папа Римський, поскольку не було процедури екс-катедра, як то він це не… не офіціальна його річ, а річ частного лица. Ми знаємо, що він тю-тю, але так як це все не було сказано екс-катедра, у нас нет механізма для його відстранення. Це я перевел на русський, то, що я розказав, пересказав слова Марії. Це не Марія Лопен, це просто подчеркну Марія нашим зрительницям. Ну і, напевно, останнє на сьогодні. Последнє на сьогодні. Начал я з одного праздника, серйозного совершенно праздника, а закончу другим, в общем-то, праздником, скорее, легким і юмористичким. Діло в тому, що в відповідь на День Всех Влюбленних, який праздновався 14 февраля, мусіни в мірі придумали праздник 14 марта. Называется он, ну, той придуман женщинами, День Всех Влюбленних, а сегодняшний день, 14 марта, называется День Стейка і Міньєта. Вот так официально сегодня День Стейка і Міньєта празднується во всьом мире. Поэтому, если вы знаете, возможно, вы можете мне подсказать, где в этот день, как его правильно отмечать, где в этот день в Києве достать хороший, получить хороший стейк. Субтитры подогнал «Симон»